Миллионов у них сотовых телефонов, поэтому не удивитесь, если вы увидите, что сейчас иногда по два телефона когда-то. Поэтому проблема сейчас заключается в том, что сеть для смартфонов, но качество сетей все-таки довольно низкое. Это потому, что в настоящее время очень дорого иметь какие-то фиксированные сети, включая 3G и так далее. Поэтому мы видим сейчас, что экономическая пока выгода от этого недостаточно большая, поэтому эти зоны, которые включены в это, они должны создать какие-то новые модели, чтобы получили больше экономическую пользу от этого. Поэтому, когда мы говорим об опыте Индонезии, то мы видим сейчас, что здесь многостороннее участие в этом, оно здесь своеобразное, потому что уже с 1999 года роль телекоммуникации изменялась, а именно пятая статья. Поэтому мы видим сейчас, что участие в сообществе, это оно, и поэтому участие в сообществе координируется в независимой организации. Поэтому я не хочу занимать долгое время для того, чтобы вводить эту тему. Я хочу просто пригласить сейчас наших модераторов для этой сессии, с тем, чтобы господин Абиль, он заведующий... Пожалуйста, господин председатель, я хочу сказать о том, что вот сейчас только что появилось на экране, поэтому работа CFC, об CSTD, которая, да, рабочая группа по улучшению IGF, она выпустила или призвала сейчас общественное участие в этом. И поэтому модераторы, естественно, тоже должны задавать свои собственные вопросы там и так далее, не только отвечать на какие-то вопросы, направлять с тем, чтобы дискуссия, которая проводится, наверное, с тем, чтобы могли бы... Я сейчас хочу выразить свою надежду на то, что на этой сессии можно было достичь какого-то согласия в отношении важных принципов, в отношении сотрудничества между разными... И вот IGF, как раз я рассматриваю как раз форум, на котором вот эти вот многосторонние участия могут получить выражение и всем, чтобы это было бы как бы подлинно нашим общим достоянием. Поэтому, ну, пожалуйста, начните сейчас. Спасибо, Матю, спасибо, председатель. Эта сессия очень важная сессия в контексте IGF, поэтому мы видим сейчас, что вот это многостороннее участие часто упоминается. И если вы следили за предыдущей сессией в отношении управления интернетом, особенно к концу его, этой сессии, мы то, что мы пытались, это пытались как-то определить, какие, какими являются главные принципы, которые могли бы помочь форуму действительно выработать какие-то общие принципы на основе этого принципа многостороннего участия. Поэтому, каковы эти принципы? Поэтому, когда говорим об этом многостороннем участии, это касается не только управления интернетом, но в любом начинании, которое требует сотрудничества, то, что требует какого-то внимания, вот на то, что мы имеем дело с очень сложными вопросами, поэтому как мы можем изложить эти принципы с тем, что мы могли бы их взять и приложить их на практике, как мы можем воспользоваться опытом различных участников, частных лиц, правительства, бизнеса и так далее, с тем, что можно было бы как-то иметь дело с этими сложными вопросами. Потому что, когда мы начинаем смотреть на то, как этот принцип многостороннего участия прилагается на разные страны, на разные секторы, то мы видим тут большое разнообразие, но мы хотим все-таки найти какие-то общие элементы, общие знаменатели, с тем, что мы могли бы тогда посмотреть по-настоящему, как конкретно можно взять и приложить их, и узнать, какие результаты могут быть этого процесса. Поэтому на этой сессии мы посмотрим на эти возможности, которые с тем, чтобы сейчас более пристально взглянуть на эту философию многостороннего участия и посмотреть на то, что уже было сказано. И мы хотим сделать ее очень интерактивной. У нас нет панели как таковой, но все, кто находится в этой комнате, мы сейчас являемся частью как бы этой панели, и мы ожидаем, что участие будет приниматься со стороны всех. Мы услышим сейчас от нескольких выступающих, которые расскажут нам о своей работе в соответствии с моделем многостороннего участия. После этого попробуем иметь такую же мозговую атаку, чтобы посмотреть, как можно все это объединить, какие-то главные элементы. Я хочу сейчас попросить Массию, чтобы он рассказал нам о четырех главных элементах этой сессии. Да, меня зовут Массий Ширс, Центр по демократии и технологии. До того, как я начну говорить о целях этой сессии, то у нас все еще осталось несколько пустых сидений, мест вокруг этого села. Поэтому, если кто-то хочет подойти, сейчас сесть, сесть, тут буквально микрофон уже имеется, поэтому можно будет принимать непосредственное участие, и поэтому должен быть еще микрофон, который будет переноситься по залу. Поэтому, если кто-то хочет принять участие по залу, поднимите свою руку, и тогда вы получите возможность выступить лично. Итак, наши главные цели, четыре цели, три цели. Первое, определить эти общие принципы многостороннего участия, посмотреть на работу, которая была определена на настоящее имя, как уже Адел сказал, мы посмотрим на ту работу, которую они проводили в этом плане. А потом мы тоже посмотрим также в практическом плане о том, какие именно вызовы стоят перед нами, когда мы применяем этот принцип в политическом процессе, в процессе выработки политики, как мы боремся с этими вызовами. Поэтому, если кто-то работает в этой многосторонней среде и продвигает такого рода политику, мы хотели бы услышать от вас какие-то практические замечания. И третье, что как мы будем продвигать этот принцип многосторонности, как мы можем обеспечить то, чтобы это было бы на национальном, региональном уровне, международном уровне тоже применимо. Поэтому это три цели, которые стоят перед нашей сессией. Поэтому мы поощряемся от всех. Принимайте участие. Появятся какие-то принципы, которые мы уже прошли, и вам что-то еще покажется, какие-то важные принципы, пожалуйста, то тоже вы можете. Чем более это практично будет, заземленно, тем более важным для нас будет. У нас было полтора часа сейчас дискуссии в отношении правил управления интернетом. Нам хотелось бы сейчас с тем, чтобы посмотреть сейчас на конкретные какие-то детали, о том, как можно будет превратить в жизнь вот эти принципы, и что было бы, это было бы сделать как можно более полезным GIGF. Поэтому я сейчас начинаю первую часть нашей дискуссии. Я хочу сейчас немножко повторить то, что было уже проведено в этом контексте на рабочих группах по принципу многостороннего участия в IGF. Может быть, вы знаете, а может и не знаете, то, что рабочая группа провела. Три вещи. Первое. Создать набор существующих принципов, корзину этих принципов, тем, чтобы посмотреть на них и посмотреть на то, как результаты проведенных семинаров, которые были проведены в ЮНЕСКО, там в других организациях, которые тоже рассматривают подобные же принципы, посмотреть, как это, какое влияние это указывает на, и потом взять, попытаться сделать выводы, найти какие-то общие объединяющие элементы в этих принципах. И эта цель заключается в том, что можно было бы помочь этой дискуссии. Это не означает то, что вот такие-то определенные принципы, о которых я буду говорить, о которых я буду выделять, что это единственные принципы. Нет. Это нечто, на чем может основать наша дискуссия, потом говорить, когда об этом, об этих принципах. То мы будем попросить участников, всем, что вы сказали, о своей работе, которую они проводят, и в особенности поговорить о том, как продвигается эта работа. Поэтому в обзоре, который я провожу, в отношении принципов многосторонности, я не уверен, мы можем это поставить, но сейчас я хочу просто зачитать, может быть, такие принципы были опознаны. Первый принцип. Это, значит, процессы должны быть открытыми и инклюзивными. Второе. Вовлечение. Это с тем, чтобы все заинтересованные стороны смогли бы принимать участие и быть вовлеченными в этот процесс. И следующее. Это с тем, чтобы участие заключалось бы влияние на окончательное решение. И четвертое. Не просто участие, а это будет прозрачность процессов и процессов принятия решений о том, как вот эти решения конкретно принимаются. И последний принцип подотчетности. То есть создать какие-то механизмы сдерживания и баланса, которые всем, чтобы посмотреть, каким образом из этих процессов многосторонних процессов, каким образом конкретно эти. Это все. Поэтому, опять-таки, повторяю сейчас эти принципы, которые уже сейчас взяты из... это значит процессы, которые будут открытыми, прозрачными, вовлечения, участие и вклад, прозрачность, подотчетность и принятие решений на основе консенсуса. Учитывая это, это не означает, что это единственный принцип. Мы хотели бы иметь уже дискуссию, которая... Это не... Привелись сначала с тем, чтобы... Сейчас каждый участник, который принимает сейчас участие в этом, они хотели бы сейчас... Я открываю сейчас микрофоны. Мы хотим сейчас обсудить в практическом плане вот эти принципы. И, может быть, какие-то принципы сейчас опущены об этом или, может, они недоработаны где-то. Поэтому, будьте добры, сейчас ваш конкретный вклад в дискуссию. Мы сейчас попытаемся эти принципы сейчас, да, выставить на экране по мере того, как мы будем продвигаться по дискуссии. Мы хотим сейчас Айши Хасан попросить из... из ICC Бэйсис. Сейчас... Может быть, подойдете сюда и сядете где-то, где уже есть микрофон. Спасибо. Я из ICC Бэйсис. в феврале было проведено совещание и там была дискуссия как раз по этим принципам в Париже. И у нас были представители делового мира из общественности, академики, академического мира, университетов и так далее. И вот, ходе этой дискуссии мы опознали несколько рекомендаций, которые были выработаны, а это... а это вот принципы матери, о которых вы сейчас говорили, это, конечно, принципы являются действительно неотъемлемой частью этой дискуссии, они были четко опознаны. процессы дизайна, процессы операционной принципы и так далее. Это должно проникать пятикрасной нитью через все эти процессы многостороннего участия. Поэтому о том, как ведется эта работа, как можно обеспечить участие всех, какие есть барьеры на этом пути. И еще то, что было прояснено, это то, что... что... каким может ведется конкретно управление, управление интернетом и на интернете. Мы говорим также о том, как можно продвигать эти форматы за пределами выработки политики и принятия решений и консультации по этому вопросу о том, как можно было бы продвигать роль направляющих или консультативных групп риски управления конфликтами интересов и общая легитимность всего этого процесса. Поэтому мы говорили по развивающимся механизмам в отношении модели всестороннего участия, многостороннего участия и того, как можно создать какие-то процессы, которые адекватно могли бы отвлекаться на конкретные проблемы. И мы говорили по роли различных участников в этом многостороннем процессе, о том, как это отражается на участии, когда речь касается конкретных каких-то тем. Итак, это была очень хорошая дискуссия с большим участием в феврале. С тех пор мы вчера уже проводили с интернетом интернет соцсайти, с APC и с ICC basis опираясь на результаты нашей сессии сегодня и наша больше пытаться еще глубже вести разработку этого с тем, чтобы посмотреть на то, что называется с тем, чтобы как бы избавляться от технического жаргона и так далее. Поэтому означает, что когда мы говорим, что означает, когда мы говорим открытое, что это означает, что такое участие конкретно означает и так далее. И поэтому если есть какие-то вопросы, будь это задайте мне, я конкретно отвечу на любой вопрос. И может кто-то хочет сейчас конкретно сказать на то, что Эйша сказал, может быть сейчас вопросы какие-то или непосредственно какой-то будет отклик на это, нет. Давайте пойдем дальше сейчас. хочу попросить сейчас профессора Рикио Мейда, который из организации CGBR. Позднее вернемся к этому, тогда я хочу от APC может быть поговорить о том, это Joy's Little 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 Big Best Bits организации о том, как раз это работает, над чем оно работает. Спасибо, Мася. Я могу сейчас с вами поделиться дискуссией, которая проходила, которая все еще идет, фактически она не закончена еще, но она была довольно полезной и групп градоцовщик, которая является частью этой коалиции. И мы до АДФ еще провели предварительно в воскресенье и в субботу, то есть до начала АДФ и в ход этих дискуссий мы обсуждали о том, что такое вообще это многостороннее участие. И оттуда у нас появились какие-то общие точки зрения и одновременно какие-то разночтения в нашем понимании. Поэтому я рад поделиться с вами, потому что я вижу сейчас есть некоторые еще коллеги, которые из Best Bits здесь находятся, поэтому если вы хотите поправить что-то неправильно что-то скажу, будьте добры. Поэтому когда мы определяем о том, что такое процесс многостороннего участия, то мы видим сейчас, что было очень четкое ощущение, что эти процессы являются частью и отражением демократического принципа, демократического участия, принципа демократического участия, это все лишь новая форма демократии. И поэтому эти процессы направлены на то, чтобы предоставить голос участникам всем, чтобы достичь справедливости, социальной справедливости и демократического участия. Они здесь очень много связаны с процессом прозрачности, создания концепции, но одновременно отражения и разногласий. Вообще, если этот термин мультистейкхолдер, то есть многостороннее участие и так далее, то как это является какой-то формой идеологии, коммунизма, сексизма и так далее, как это относится к таким... Поэтому мы не были уверены, что это было как бы какое-то сходство между этими мизмами и мультистейкхолдеризмом. Поэтому были интересные дискуссии, которые велись по многим из этих вопросов, но естественно, мы не должны все это делать жесткими, эти определения. Поэтому сначала, когда мы говорили, первое было как бы... Набор вопросов был как раз связан с участием, с результатами этого участия, потому что не просто было вопрос о консультации, потому что процесс управления, процесс участия и так далее. и поэтому как раз принцип открытости и прозрасти тоже важны для этого, и поэтому мы должны прилагать это также внутри этого многостороннего участия. И участие политические результаты, которые происсякают из этого, должны быть полностью изложены и обоснованы. Что касается подотчетности и прозрачности, то гражданское общество, мы как гражданское общество должны обеспечить именно и наша внутренняя отчетность, нашу прозрачность, мы должны иметь какое-то понимание о том, о чем мы говорим сейчас, когда мы говорим о подотчетности, потому что когда мы говорим сейчас о том, когда подотчетность идет о гражданской области, о правительстве, о каких-то бизнес-деловых организациях, это только выражение подотчетности, оно по-разному, но когда мы говорим сейчас о том, насколько необходимо иметь соответствующие навыки, и о том, чтобы участники все были проинформированы должным образом, а третий принцип это тут формулировка была может быть немножко грубая в этом плане, но это о том, что модальность сама и процесс должен быть вести то, чтобы у нас у нас все было одинаковое участие и одинаковый элемент заинтересованности и что мы а четвертый принцип это о том, что процедуры были бы справедливы четвертый, вернее, пятый это разнообразие, разнообразие точек зрения, которые включают не только сидящих за столом переговоров, но также и других участников этого процесса, которые вовлечены в него, может быть, косвенным образом. Также нужно посмотреть о целых наборах принципов дополнительного характера, например, работа по совместным задачам, разработка коллективных документов, документы и материалы по этому поводу имеются в интернете, так что вы можете их открыть для себя в соответствующих веб-сайте, и также очень важно посмотреть на уважение и достоинства всех участников этого процесса. Вот на этом я хотел бы заключить свое выступление. Спасибо. Большое вам спасибо за эти выступления. Я думаю, теперь мы послушаем Нена, которая должна дать нам понимание региональной работы IGF, которая также касается разработки таких принципов, которые мы сейчас обсуждаем. Нена, пожалуйста, доброе утро. Мой босс сейчас уже присутствует здесь. Его зовут Макинфай. Он работает в комиссии ООН по Африке и также представляет IGF в Африке, потому что много работает в секретариате, который работает соответствующий также под эгидой ЕКООН и других организаций. Я хотел бы несколько по-другому выразить свою точку зрения, основываясь на опыте национального субрегионального уровня и континентального уровня. Я организовал в КАРДИОВАР IGF, первый в Африке IGF, и также работал в других соответствующих организациях. Хотел бы сказать следующее. Первый пункт заключается в том, что имеется большая разочарование вначале, но потом нужно работать достаточно упорно с тем, чтобы вовлечь всех партнеров. В Африке нам также нужно иметь всех от ООО комиссион до каждого человека буквально на улице с тем, чтобы эта работа коснулась всех. Это залог успеха. Также нужно посмотреть на вопросы, заключающиеся в распространении своевременной информации. То есть, с одной стороны, это обмен информацией и своевременный обмен информацией, а также это все должно быть в языке понятном в большинстве. Есть так называемый жаргон IGF, и вы посылаете письма, когда вы оперируете всеми этими аббревиатурами, МТО будет говорить, САКЕН и так далее, и так далее. Никто не понимает, что такое МС, это означает многосторонная организация и так далее. Но Матю Шеррс будет говорить с Африке СЕО, и никто не знает, что это такое. Таким образом, нужно предоставлять информацию на понятном языке большинству. И в Африке вы знаете у нас английский, французский, португальский, арабский языки. Таким образом, очень важно, что когда мы делаем подобное разъявление, люди понимали бы их. Также нужно поощрять волонтеров. Очень хорошо, что в онлайновом режиме у нас работа идет 80% идет через волонтеров работа IGF в Африке. И мы, соответственно, должны сохранять этот добрый импульс со стороны волонтеров. Также удаленное участие позволяет людям, которые работают, иметь возможность, работать в других местах, иметь возможность участия, тем не менее. А также нужно посмотреть на согласованность нашей работы в Наробе. Имеется национальный IGF, субрегиональный и региональный IGF. И мы решали, что лучше создать в конечном счете Африки единый IGF для того, чтобы странам и субрегионам также создавать свои подобного рода форумы. конечно же имеется рассылочный список адресов. Это основа нашей коммуникации. Также Марка может показать вам больше, но я хочу сказать, что большинство людей, которые сотрудничают с IGF Африка, они из открытых источников Open Source World. И очень важно, чтобы мы могли в такой пользовательской открытом режиме взять каждому возможность высказаться. Также имеется веб-сайт, и я думаю, здесь очень важно посмотреть этот веб-сайт, который работает на Аэробе. Некоторых IGF не имеют стандартных веб-сайтов, и, соответственно, это большая проблема. Но когда вы имеете такие веб-сайты уже узнаваемые, тогда хорошо обмениваются информацией. Мы много обсуждаем наш опыт, это как... И вы знаете, очень много мы вначале присылали нам очень много критики. И вот соответственно речь идет о разнообразной точке зрения. Много это раздражает наше руководство, но соответственно нужно говорить о том, сколько это будет в конечном счете стоить и так далее. И я думаю, что успех будет заглушать критику в любом случае. Спасибо, Нина, за вот эти элементы. Действительно, все очень успешные подходы поддержки мультиспикхолдеров многосторонней организации в этом процессе. А теперь давайте послушаем профессора Виджио Армена. Пожалуйста, Маркош, который предоставит нам перспективы работы Айсок в рамках сообщества. Но я сначала хотел бы передать слово представителю Айкен Джону. Пожалуйста, спасибо, Маркош. Итак, если мы посмотрим на принципы, посмотрим на прошлую работу, которая проводилась, один из моментов, который мы открыли для себя, заключается в том, что у нас имеется вопрос о том, что такое многосторонность и принцип многосторонности, и как мы используем это в отношении нашего сотрудничества. И если вы можете представить себе, что мы работаем над этими проблемами, мы работаем над проблемами такими, как управление процессами парниковых, газов, и так далее, и другими процессами, но у нас имеется общая задача, задача понимания цели. И здесь многосторонний механизм позволяет осуществить вовлеченность всех заинтересованных сторон. Когда мы это делаем, я надеемся, что мы понимаем принципы сотрудничества для многостороннего уровня для интернета, а также механизмы в целом. Потому что вовлеченность и соответствующий механизм у нас имеется в рамках этого хорошего соглашения. многие люди используют те же самые слова, как открытость, вовлеченность, подотчетность. И я думаю, работая на многостороннем основе, независимо от интернет-контекста, будет полезен такой подход. Потому что это более общая проблема, которая позволяет нам понимать вот эту часть задачи очень хорошо. А также имеются и некоторые перекрещивающиеся термины общего характера относительно технических аспектов работы интернета. Так что сложно говорить об отчетности без транспарентности, потому что без этого просто невозможно создать необходимую транспарентность, если у вас нет подотчетности. То же самое касается открытости, инклюзивности, участия и общей тематики. Я думаю, что здесь мы достаточно далеко, нежели чем кто-то может представить. Нужно подумать на самом деле, что значит механизм увлеченности многосторонних организаций вне интернет-контекста и такой подход будет положительным и способствующим пониманию принципов многосторонности и соответственно каким образом мы можем работать уже по другим принципам вне уже интернета и далее мы будем применять принципы внимания многосторонности к интернету и это будет уже куда более нам полезно. Теперь я хотел бы еще несколько слов сказать, что если у вас есть желание выступить поднимайте руку. Parminter is IT4Change Мне также хотелось быть более интерактивным и понимать эту дискуссию более детально. Действительно я полностью согласен с тем, что мы действительно работаем по многосторонности вне управления интернетом. Это доказан и хороший способ того, чтобы в конечном счете разработать необходимые принципы работы уже для интернета. Также недавно мы говорили о том, что многие хотят работать по принципу Монтовидео и соответственно участие многих людей конечно счете подразумевает участие таких организаций как Всемирный банк и это означает, что вы очень быстро можете созвать людей чьи задачи будут совпадать. Но также очень важно посмотреть о демократии и многосторонности. Какое соответствие и какие связи между этими двумя понятиями. Инструмент демократии это многосторонность и соответственно эти принципы должны поддерживать принцип равноправия и соответственно процесс многосторонности если он инструмент демократии он также должен демонстрировать увеличение потенциала тех людей увеличение и расширение их прав тех людей которые в противном случае не могли бы выразить свою точку зрения должным образом. Таким образом многосторонность это инструмент демократии соответственно нужно посмотреть на эти принципы каким образом они могут влиять на расширение прав групп которые зачастую иногда считаются маргинализированными и последний принцип который основывается на решении по принципу консенсуса я думаю это также очень важный момент того о чем мы должны говорить постоянно потому что в конечном счете никогда бы не было отменено рабство если бы не было соответствующего консенсусу желания мирового сообщества то же самое нужно обращать внимание на то каким образом консенсус может быть в этой ситуации достигнут для того чтобы объединить усилия всех заинтересованных лиц организации и соответственно консенсус должен быть в принципах принятия решений спасибо помэнда теперь у нас еще два вопроса остались после этого мы перейдем к нашей заключительной дискуссии Найджел пожалуйста спасибо большое Найджел Хикс из Айкен несколько моментов которые я хотел бы сказать они не совсем противоречивые но я думаю что нужно подумать об определении подхода многостороннего уровня и насколько здесь преимущество создания таких принципов действительно принципы которые Матю отметил ранее они должны поддерживать процесс многосторонности хотя это очень сложный процесс и тут нужно посмотреть как различные заинтересованные лица организации модействуют друг с другом и процесс он эволюционирует постоянно также нужно быть осторожным весьма потому что хотя у нас должны быть принципы которыми мы должны придерживаться в рамках того что является многосторонним а что немногосторонним подходом но тем не менее мы не должны закрывать те процессы которые соответствуют этому принципу потому что многосторонность это инструмент и если мы посмотрим на то что делали правительства 10-15 лет назад то тогда правительства имели очень другую позицию относительно сотрудничества с другими разнообразными организациями и вступление с ними в диалог и здесь мы должны принять тот факт что разные государства находятся на разном уровне понимания многосторонности и общее определение может быть опасным в этом плане потому что действительно мы хотим транспарентности ситуации и соответствующую поддержку принципов но учитывать разнообразие прогресса достигнутом в этом направлении конечно же мы хотим чтобы процесс многосторонности придерживался принципам которые тут озвучены но мы не хотели бы отметить также что не все достигли желаемого прогресса пока спасибо Найджел теперь у нас проблема с транскрипцией я надеюсь что это будет разрешена проблема скоро пожалуйста Макан хотели бы выступить спасибо Мэтью доброе утро я хотел бы продолжить то что Нина говорила потому что африканские АДЖФ мы проводили две шессии по многосторонности имеют определенные рекомендации которые мы использовали в прошлом я могу представить их сейчас и в дальнейшем что если может быть сейчас вы их представите но их не так много на самом деле то что уже говорилось следующее государственная часть в процессе КТ должно быть открыто для всех лиц и организаций и соответственно они должны быть обязательно формализированы в объективном независимом опыте также нужно посмотреть на принципы этического работы которые должны быть согласованы со всеми заинтересованными организациями консультации должны проходить на ранних этапах принятия решения таким образом их можно улучшить в процессе принятия также группы заинтересованных сторон должны иметь соответствующие структуры и процессы которые бы обеспечивали более эффективное участие на всех уровнях это также касается подотчетности транспорт клиентности также документы и процедуры должны быть открыты и открыты прежде всего для общества в ходе самого процесса многосторонность языков мультилингвистичность должно также обязательно быть руководящим принципом и также нужно поддерживать постоянная возможность удаленного участия рекомендации должны касаться всех групп молодых людей правительства региональных институтов бизнеса гражданского сектора СМИ и технических сообществ спасибо спасибо Маккан пожалуйста вы хотели бы сказать свое слово Аиша да я хотел бы несколько продолжить то о чем говорил Найджел действительно очень интересный момент относительно того насколько эти определения будут слишком жесткими многосторонности потому что имеются разные типы заинтересованных многосторонних организаций и я думаю будет очень полезно создать эти принципы не бояться создания каких-то общих принципов что будет основой нашего рабочего семинара завтра он кстати говоря 31 если кто-то хочет участвовать так что нужно посмотреть на эти принципы создания многосторонности когда имеются представители различных организаций и сторон но насколько эффективный этот процесс потому что это не просто усадить всех за какой-то общий стол на какую-то общую платформу но очень важно использовать возможности того чтобы проанализировать что вы теряете в случае если будете согласны следовать каким-то принципам и мы будем называть это так сказать принципом многосторонности я хотел бы вот этот момент так же чтобы все обсудили спасибо Сиви вы хотели бы также поговорить по этому поводу спасибо Мэтью меня зовут Сиви и я представляю факультет журналистики в университете женщин в Индии действительно речь идет о представительстве 25 государств в этом процессе что касается разнообразия и вопросов доступа в этом исследовании мы участвовали 160 человек онлайн миллионов человек онлайн и соответственно возникали вопросы связанные с многосторонностью это не то что является пониманием большинства я думаю это хорошо потому что Найджел очень хорошо что вы подняли вопрос об определении о каких-то рода лейблах или ярлыках это конечно же не подход который мы должны поддерживать действительно очень важно посмотреть в рамках этого подхода чьи голоса слышны а чьи голоса не слышны когда мы говорим о процессе многосторонности вот такие вопросы нужно задавать когда мы говорим о демократии это очень важный момент но так же очень важно понимать какой правомерности каждой стороны представлять голоса и мнения людей стоящих за ней потому что иногда мы создаем правильную платформу правильно определение правильную идею относительно представительства но не участие потому что подотчетность невозможно без транспарентности транспарентности приводит к лучшей эффективности принятия решений и выражение коллективного голосов является также очень важным особенно это касается развивающихся стран которые поддерживают этот процесс многосторонности так что не нужно забывать инклюзивность транспарентный процесс который идет снизу вверх который поддерживает IGF это очень важный процесс истории я знаю что процессы имеются но я хотел бы подчеркнуть что процессы идут и проблемы решаются и таким образом вот что касается Индии очень много когда мы говорим о молодых людях очень часто они не должным образом вежливы задают острые резкие вопросы а также вот эти вот молодые лидеры они все больше и больше поднимают вопросы об интернете которые они хотят видеть и так ответственно когда мы говорим о многосторонности вот парафон 24 тунисской повестки дня подчеркивают права и ответственность каждого участника частный сектор техническое сообщество академических кругов СМИ молодых людей промышленности отрасли и правительства когда мы говорим о правительстве они имеют очень важную роль и очень важно понимать что имеются дебаты в этом отношении потому что правительство создают инфраструктуру которая способствует укреплению работы всех заинтересованных сторон но нужно иметь разницу в понимании правительства и управления также повестка дня Туниса говорит о развитии приложений со стороны государства для частного сектора и государственного общества в плане общих принципов и процедур принятия решений так что очень важно посмотреть на общее понимание многосторонности и не в форме какой-то формального определения но процесс управления куда более очень важен потому что здесь очень важно посмотреть каким образом мы будем решать эти проблемы что выходит за понимание этого процесса иногда потому что правительство не создало интернет интернет создало более широкие круги основываются на инновации так что речь идет об общем подходе со стороны всех сообществ я на этом хотел бы отметить что у нас будет и другие сессии мы хотели бы чтобы очень много было комментариев для того чтобы в конечном счете посмотреть на то каким образом в конечном счете мы можем отвечать на эти процессы по-разному я также хотел бы несколько отметить три слова которые мы используем очень часто со стороны разных сторон для правительства это интернет think IGF для международных организаций это интернет think value то есть цели и задач организации потому что здесь очень важно посмотреть как это используется так что мы можем посмотреть с технической точки зрения которые говорят думай интернет и много бизнес говорить думай много и задач академия говорит много задач думай так что здесь мы говорим об общих вещах но не даем этим категориям должное значение должное весомость со стороны каждой из организаций то есть имеется обществ некая но каждая из интересованных сторон имеет собственные акценты например гражданское общество настаивает на большем участии на распространении информации спасибо спасибо а теперь я думаю что мы должны принять комментарии совмест вот здесь у нас есть один желающий может быть кто-то еще хотел бы высказаться знаете простите также регионально нужно посмотреть перспективу в ходе этих дискуссий так что обязательно нужно дать слово регионам да спасибо да кто еще хотел бы Джоя Роберт пожалуйста ну что ж давайте начнем и так я хотел бы продолжить мнение Джона когда он говорил что необходим систематические исследования по принципам многосторонности что они себе представляют и вот такое исследование мы проводили которое было сделано немецкой организацией фонд Фридрих Эберта и соответственно нужно посмотреть что это из себя представляет соответственно мы видим что процесс многосторонности очень часто страдает от того что повоз поставить впереди лошади и соответственно вопрос заключается в том как глобальные вопросы можно решать в рамках демократической многосторонности нашей точки зрения это мультикультурность плюрализм разнообразие языков и так далее обычно вопрос сводится к тому как многие стороны должны участвовать и как управление этим процессом может быть улучшено соответственно что об этом исследовании говорит фонда Эберта что здесь нет какой-то общей цели в этом партнерстве кроме того факта что различные участники имеют различные цели и различные графики работы также имеется озабоченность что в рамках такой работы могут быть отклонения в сторону конкуренции а также ложного представления о том насколько передаются мнения стоящих за той или иной организации людей также права человека должны быть во главе угла я на этом хотел бы остановиться но я бы хотел бы сказать что проблема телега впереди лошади должна решаться и это должно решаться демократическими способами спасибо пожалуйста представляйтесь перед тем как выступать или задавать вопросы спасибо мэтью я хотел бы продолжить те точки зрения которые были высказаны майда и себе действительно здесь очень важно понимание многосторонности процесса многосторонности я хотел бы поделиться с вами идеей которые возникают в связи с этим что нужно сделать для того чтобы наша дискуссия имела широкое понимание принципов многосторонности и здесь нужно понимать ну и вот это взаимопонимание то есть одно предложение которое которое было сделано уже это то что мы начали сейчас думать об обеспечении большего качества этих процессов с тем с тем чтобы мы могли понять какие конкретные принципы важны для того чтобы можно было бы эти процессы правильно использовать и поэтому необходимо иметь вот такой диалог между различными сообществами не только о самих процессах но о том как мы обмениваемся данными этими как мы можем согласовывать их как мы можем обеспечить достаточное качество и чтобы вырублена какая-то была бы система это было бы важной концепцией которую можно было бы поработать на форуме IGF спасибо Норберт пожалуйста Норберт Боло я говорю от группы по управлению интернетом гражданского общества Civil Internet Government Caucasus у нас был проведен семинар и был как бы интересный один пример там когда речь шла об этом инциденте когда мы говорили сейчас о прозрачности там о подотчетности и так далее а инцидент о котором идет речь это был конфликт который произошел из-за неясности и недопонимания в отношении того как эти группы участников распределяются потому что произошло как бы провал в атмосфере доверия это был это и принцип представительности был тоже нарушен и мы организовали нашу работу с несколькими другими организациями которые происходили из других категорий неправительных групп и мы пытались посмотреть в ходе этой рабочей группы на улучшение сотрудничества хотели бы посмотреть на принципы которые которые включены в которые не включены были бы принципы подотчетности и прозрачности с тем чтобы атмосфера доверия расширялась чтобы люди чувствовали что они как-то представлены в этом плане они не только потому что у них есть свои представители которые их представляют но чтобы сама система вызывала тоже доверие с тем что она была адекватной поэтому сегодня после перерыва на обед будет комната 127 спасибо Норбит спасибо Матю я из Соединенного Королевства из регистратуры там Лезли Кавлей меня зовут Номинет я хотел бы сейчас откликнуться на эти принципы что ясно что довольно много уже было здесь раздумий я хотел бы бы добавить в самом конце когда речь шла о принятии решений мне кажется что это интересно потому что IGF как представитель модели по многостороннему участию мы как бы не занимались конкретно процесс решения может быть это было бы может быть это принятие решения как раз в этой среде было бы связано с определенными вызовами здесь потому что когда вы принимаете какие-то решения когда эти решения должны быть своевременными поэтому потому что если вы это не своевременное решение тогда это может быть уже неэффективно а второе что я хотел бы сказать то что я говорю английский как родной язык но хотя это мой родной язык но я могла вам тоже дать определение какие-то ключевые термины можно дать различные оттенки подчеркнуть поэтому может быть нужно достичь соглашения по о том какие слова и термины как они например когда речь о подотчетности это опять-таки если можно посмотреть на какие-то конкретные примеры как-то в определенном политическом аспекте как вот эта подотчетность какое-то конкретное выражение получилось чтобы эти термины стали бы реальными чтобы не было у нас разных разночтений разных истолкований этого термина спасибо Лазель это очень ценное замечание поэтому может быть мы продолжим сейчас есть еще один будет сейчас один одно выступление а потом сейчас на сограниченное время нужно будет двигаться вперед спасибо меня зовут Жерард Патти я работаю для организации AT&T представляю собой также большую промышленную ассоциацию которая работает из Нью-Дели я хотел бы сейчас прокомментировать несколько моделей о которых речь шла здесь много говорилось об бразильской модели а нет вернее об устойчивой модели многостороннего участия но позвольте мне поделиться уже опытом моей работы 18-летнего стажа в индийской ЭКТ я должен сказать что у нас довольно таки уже хороший процесс в отношении есть что фактически это уже как бы в законодательстве записано с тем чтобы вот это многостороннее участие было бы как-то кодировано в этом плане поэтому в некоторых странах может быть даже исследовало бы там где участие является очень слабым может быть так в частности в соответствии с законодательством о телекоме в правительстве когда это не обязательно политика но решение правительства не только регуляторы но и другие сторонние участники этого должны должны быть в атмосфере прозрачности и даже какие-то взгляды которые высказаны заинтересованными сторонами это если это не было было прозрачным тогда можно будет решение этого правительства взять и оспорить их в судебном порядке это можно произвести так это уже происходило тогда поэтому для того чтобы как-то улучшить и укрепить осмысленное участие многосторонних участников одна из моделей которая может здесь воспользоваться с тем что правительство было бы обязано объяснить свои решения и написать в качестве законопроекта или закона с тем что можно было бы поэтому эта модель конечно мало пока еще принят достаточно мере но я хотел сказать что это будет очень эффективная модель я хочу сейчас еще больше подчеркнуть что вот премии в отношении того каким должна быть модель многосторонних участия это постоянно находится в стадии эволюции но то что я хочу сейчас подчеркнуть что когда правительство принимает решение необходимо чтобы правительство посмотрело на те взгляды которые были получены на мнение и так далее включая то что было отвергнуто поэтому тогда сможет укрепить эту модель больше чем любая другая дискуссия я хочу сказать что страны в которых нет большого больших традиций в этом отношении стоит включить это как сделать какие-то постановления на основе с тем чтобы можно было как-то взять и оспорить это на заказательном порядке если имеются какие-то нарушения и так мы сейчас пойдем дальше да Марк Абелл из правительства Соединенного Королевства которое занимается вопросами управления политики и наше участие в таких форумах таких и так же в ITU когда он занимается и так же на других форумах таких как ООН когда мы рассматриваем эволюцию процессов многостороннего участия мы привержены к этому принципу и хотим принять участие как по мере возможности во всех дискуссиях но я хочу сейчас и откликнуться на те на те выступления которые сейчас были проходить с нашей точки зрения потому что у нас есть довольно таки большая уже установившаяся традиция консультации которые проводятся по любому законодательству есть несколько механизмов хорошо обоснованных в частности там зеленые бумаги белые бумаги которые публикуются с тем чтобы все кто заинтересован в любом политическом вопросе с тем чтобы они могли бы выступать письмами предложениями и так далее что касается управления интернетом то мы создали процесс для консультации с участниками и министр говорил об этом в одном из выступлений когда он находился здесь а именно с тем чтобы есть такая группа административная группа магик называется которая занимается или магик магик да 40 представителей из разных административных органов и так далее потому что интернет и вопросы связанные с ним они затрагивают интересы других министерств и так далее и это в очень широком плане вот эта пересекаемость интересов поэтому мы пытаемся объединить то что есть там сирны есть там частный сектор университеты мы часто встречаемся регулярно встречаемся и наша повестка дня как раз определяется тем что происходит в системе интернета в частности пересмотр выслес там и в апреле будущего в ITU в ITF и так далее поэтому мы мы сейчас хотим посмотреть что мы распределяем в МАГИК все наши доклады и если тогда у нас появляется какое-то чувство уверенности в том отношении что мы сейчас идем с тем идем в ногу шаг в шаг в нога в ногу с тем о чем говорят заинтересованные стороны поэтому на этом национальном уровне мы довольно таки активно и на европейских форумах таких как юродик европейский диалог об управлении интернетом мы вносим туда вклад тоже и а что касается содружества то мы тоже организация содружества то у нас там целого рода виртуальный форум у нас нет каких-то как ITF которые бы только было бы у нас будет открытый форум вали здесь и этот опыт тоже был хорошим и пятницу провели его потому что мы встречались специальными партнерами пытались посмотреть на конкретные инициативы поэтому АЧФ не принимает каких-то решений но однако она объединяет под своей крышей партнеров которые могут быть которые могут сотрудничать друг с другом и потом у нас появятся небольшие инициативы мы в пятницу будем говорить об этих инициативах например инициатива по киберпреступности потому что там у нас собираются многие международные партнеры которые занимаются наращивающим потенциалом в этом чтобы как-то бороться с киберпреступностью поэтому ICANN Совет Европы ИТУ и Офис ООН по наркотикам и преступности и также все эти организации собираются и это были открытые дискуссии которые смотрели на эти вопросы и поэтому мне кажется что диалог который происходил оттуда и сотрудничества вот этих самых различных разнообразных патриотов инициативе спасибо я не вижу других сейчас рук я хочу сейчас мы хотим сейчас продвинуться ради сокращения времени по-моему у нас была очень богатая плодотворная дискуссия некоторые темы которые происходили отсюда это было бы о том чтобы географическое представительство разнообразие общий язык общее понимание что означает определенные принципы над которыми работаем что необходимо будет больше участия включая удаленное участие и так далее о том как это важно о том чтобы повестка создавалась с участием низов прозрачность процессов легитимность репрезентативность и какие будут результаты какие будут продаж и так далее поэтому мне кажется что хочу сейчас одеял передать слово с тем чтобы не получить представление о том какая цель может стоять за этими словами которые у нас будут стоять на экране если это сейчас согласен я пытался вычислить что-то может быть добиться чего-то и одеял сейчас выступает спасибо матер это довольно таки интересно все что я замечаю здесь это то что в глобальном плане мы все сейчас идем подопровождение каким-то определенным принципам по мере того как мы углубляем наш взгляд смотреть на конкретные предложения наших мыслей пытаемся притворить это как-то или вовлечь это в разработку политики на уровне отдельных стран о том какое может быть отдельное истолкование будет и как это истолкование будет зависит от того какая среда кто является движущим элементом и поэтому конечно вызов перед всеми нами стоит поэтому то что мы хотим сейчас сделать как матер уже смотрел на это это чтобы посмотреть на эти слова которые сейчас находятся на экране и посмотреть какие эти определенные термины могут иметь какое-то универсальное приложение а где есть какие-то определенные препятствия в этом плане потому что наш сейд должен посмотреть именно на то какие у нас барьеры стоят и при этом как мы должны эти принципы в частности многосторонние участия и так далее в общем плане поэтому давайте посмотрим сейчас на несколько из этих пунктов и посмотреть если они как-то вместе все объединяются или нет а если нет они не объединяются тогда какие барьеры на пути этого объединения состоят и как можно будет бороться с этим для того чтобы достичь какого-то определенного прогресса джон джон и фарминдер пожалуйста джон а после этого параминдер пожалуйста когда я смотрю сейчас на вот эти термин которые у нас на экране сейчас то я вижу сейчас что механизмы которые там перечислены с точки механизмы принятия решений и так далее о том как сама прозрачность будет влиять на то как принимается решение но фактически это не достаточно не покрывает документы и материалы которые о которых сейчас ведутся дискуссия поэтому нужно будет как бы нам понять не только то как принимается решение но и доступ ко всем тем материалам которые были первичные материалы которые были часть этой дискуссии и так далее необходим доступ и к ним тоже это конечно интересный вопрос является ли это замешано только чисто в отношении интернета мы конкретно не говорим здесь например о том как удаленные участия какие-то выступления общественные и так далее вот как можно посмотреть на то как эти механизмы когда скажем какая-то другая группа которая занимается вот этим процессом есть ли у них какие-то обязательные процессы которые учисляют удаленное участие и как это можно конкретно притворить в жизнь не с точки доступности участия и так далее что касается замечания Джона когда вы говорили об удаленном участии и общественных каких-то комментариях и так далее высказывания и прочее а также доступ к документам которые стали базой для принятия решений как это все связано с принципом прозрачности в настоящее время язык о котором сейчас идет там отражается процесс и о том на основе каких документов и так далее то есть фактически это не принимает все эти вводные элементы все те элементы поэтому нужно будет посмотреть сейчас также о самом этом прозрачности как это связано с тем какие были входящие элементы в эту дискуссию я может быть не четко выразил свою мысль но я когда говорил об этих принципах когда они разрабатывались и когда речь о принятии решений на основе консенсуса это конечно большой очень сложный политический вопрос потому что мы говорим сейчас о каких-то государственных каких-то общественных решениях и так далее поэтому я дам сейчас пример когда потому что мы когда мы принимаем решение на основании консенсуса мы не можем принять что мы прижали мы себя привязали к этому решению только на основе консенсуса это не было принято и поэтому политически это обычно неприемлемо особенно в тех форумах в которых я принимал участие поэтому я хочу чтобы это может быть как-то изъять это или может быть как-то так поставить что в отношении того когда мы речь о принятии решений на общественных форумах и так далее а второе попросил также чтобы принцип многостороннего участия это как бы демократическое тоже и поэтому есть с тем чтобы это участие с тем чтобы люди которые стояли в стороне от процесса демократии с тем чтобы они были тоже увлечены поэтому не нужно нам реформировать демократию потому что если демократия уже работает поэтому если надо смотреть на то что работает а то что не работает особенно тогда когда люди не имеют каких-то полномочий или власти поэтому мы должны смотреть на многостороннее участие только в том случае если оно как-то улучшает демократическое участие поэтому мы не можем полностью подписаться под этим поэтому это не должно быть, это нужно проверять сейчас конкретно, помогает ли это демократическому участию или нет. Да, действительно принятие решений это очень сложный вопрос. Вы хотите что-то добавить мафию к этому? Может быть, такой следует сейчас подход, воспользоваться этим подходом, потому что это было вот сейчас это вот то, что сейчас протокол, который ведется показывать нам сейчас о том, какие были выступления, какие темы поднимаются и так далее. Сейчас мы тогда учтем все то, что было принято. Учтем, что это всего лишь общий какой-то процесс, который будет продолжаться еще, и мы будем принимать участие во внимание все то, что сейчас высказывается здесь. Мне особенно понравилось предложение в отношении того, чтобы посмотреть на какие-то конкретные практические выражения всего этого, чтобы как-то можно взять и проиллюстрировать эти принципы о том, как они на практике, какое отражение они получают, когда мы разработываем и смотрим на барьеры, которые стоят перед нами, вместо того, чтобы просто... Конечно, хотелось бы узнать о том, какая у людей отзабочность и так далее, но эта сессия не заключается в том, что проведем какие-то формулировки, оттачиваем здесь и так далее. Нет, не в этом дело. Мы хотим просто взять и получить все возможные замечания, объединить их как-то и рассматривать это чисто как дискуссионную группу, которая была бы еще дальше после этого, пошла бы на следующий сценарий АЧФ и то, что такое сейчас на экране, это было всего лишь бы началом для этих дискуссий, стартовым пунктом. Да, были проведены на этой неделе много очень семинаров, которые еще нам дадут то же самое, будут элементами дискуссии, поэтому это не окончательное слово, с которым мы выступаем. Поэтому любые замечания, и также еще конкретно о каких-то барьерах, которые стоят перед нами, в специфических случаях, в конкретных случаях приложений. Спасибо. Речь не будет и тем, о каком специфическом приложении, но монеты. Хотел бы как раз поговорить об конкретном приложении, потому что с точки зрения ваших принципов существует какой-то нормативный концепсус среди различными заинтересованными сторонами, или происходит какое-то, может быть, совмещение интересов, этих заинтересованных в отношении ценностей, нормативов и так далее. Но тут проблема. Когда мы говорим об заинтересованных сторонах, мы говорим об конкретных интересах. И поэтому, когда мы говорим о разных средах, о решениях, естественно, конфликт существует между различными интересами и группами, отражающими эти интересы. И то, что я не вижу сейчас вот среди ваших принципов, может быть, об этом не шла речь, в этой дискуссии о том, как в этом контексте, вот, как управляются этими конфликтами, когда нет какого-то нормативного консенсуса, как нужно управлять этими конфликтами, когда люди следуют своим интересам и и когда может быть, мы сейчас занимаемся вопросами, которые уже поднимаются в другие ручки, а вопрос именно о взаимоотношении между многосторонними моделью и моделью демократии. И один из ключевых элементов и ценностей демократии заключается в том, что демократия способна улаживать и регулировать какие-то конфликты, общественные конфликты, может быть, не все удовлетворены этими решениями, но тем не менее, это приводит все-таки к больше удовлетворенности среди заинтересованных сторон, поэтому проблема, которая стоит перед нами, это проблема того, что заинтересованные стороны в качестве их участия в выработке решений, что если мы это не поставим здесь во главу угла демократический процесс, тогда у нас не остается каких-то механизмов, за счет которых мы могли бы решать конфликты между противоречивыми интересами различных групп. Да, у нас еще два замечания, пожалуйста. Это Джой. Я хочу сейчас Лидику, вот хочу повторить сейчас того, что вы уже заслушали раньше, о том, что, каким может быть какое-то наше общее взаимопонимание, которое нам поможет помочь нам посмотреть также на с качественной точку зрение на процесс многостороннего участия, и мы видим сейчас, что это может помогать нашим принципам. Это может быть новая идея, это, может быть, это тоже на следующего идея, можно будет плодотворно дискуссию на эту тему ввести, и с тем, чтобы участники вот этих процессов могли посмотреть на это на... Когда мы сейчас посмотрим на консенсус и принятие решений и так далее, конечно, разные точки зрения сейчас, но я не хотел бы с тем, чтобы эти разные перспективы и конфликт между ними, чтобы мог вообще нам мешать принимать какие-либо решения, когда какие-то решения принимаются в отношении консенсуса, потому что, конечно, можно спорить здесь о том, как обеспечить здесь качество, как на самом деле это является подлинным консенсусом и так далее, насколько он информирован. И это то, что мы хотим, и так далее, нам не хотел бы полностью исключать принятие решений на консенсусе из... потому что это, может быть, не... это будет мешать нашей работе, поэтому... Но вопрос обеспечения качества, это уже другая сторона вопроса. Итак, спасибо, да. Да, мы сейчас... последнее сейчас будет выступление сейчас, и после этого нам надо будет взять мафию, после этого взять и подвести итоги этого. Есть еще одно выступление, потому что Джон уже выступал, сейчас второе вот это выступление. Да, спасибо. Я из Фиджи, Салла Караманько-Маро. Я хотел бы очень, как можно более четко выразить свои взгляды. Мне кажется, что здесь, то есть в управлении интернетом, здесь разные контексты. Если подходят в рамках АИЧФ, или это происходит среди представителей разных каких-то общин и так далее, поэтому в этом диалоге и в нашем... Вы должны также думать о философской подоплеке всего этого, потому что в реальности на теле можно иметь одного человека из правительства, можно иметь десять представителей от гражданского общества, может быть, два из корпоративного мира. Это означает, что проблема не решена. Хотя это и поможет, то, что мы взяли, подвели сейчас общий какой-то и обеспечили какое-то общее качество дискуссии и так далее, и объединили вот эти все взгляды. Мы должны все в то время сфокусироваться на... Вот я хочу сейчас обратить внимание на этот философский вопрос здесь. Мы должны вообще посмотреть на то, зачем вообще все это делать, чтобы можно было понять, что в конце концов, что это должно быть направлено, учитывать интересы конкретных людей, пользователей, потребителей и так далее. Корпорации нужны потребители, для того, чтобы они могли быть и поэтому... А правительству тоже нужно быть какие-то люди, которые принимали бы участие в их работе. Правительство настаивает на соблюдении интересов своих граждан, а гражданские организации являются в этом плане надзорным органом. И, соответственно, здесь нужно посмотреть на то, каким образом мы можем соблюсти интересы тех и других сторон. Спасибо. К сожалению, мы уже практически не имеем времени, и ваши комментарии вы можете отправить также электронным способом, если хотите, матью. Пожалуйста. Да, я действительно хотел бы сказать, что у нас очень хорошая дискуссия произошла. Жалко, что у нас не осталось времени, и комментарии можно, так, как было сказано, отправлять по электронной почте. Еще раз большое спасибо председателю. Спасибо. Спасибо. Итак, дамы и господа, это первое участие в подобного рода дискуссии, и также в АЧФ. Очень интересно и сложно, конечно же, проводить эти дискуссии, особенно в течение того времени, когда мы понимаем всю сложность предмета обсуждения. Также для Индонезии, как мои коллеги уже сказали, у нас 450 этнических групп, имеющие свои языки. И также еще один момент. Национальный язык, он зачастую отличается от этнических групп, и, соответственно, мы можем уважать права таким образом. Символ нашей основы это всеобщность и разнообразие. Таким образом, мы стараемся, чтобы молодое поколение также участвовало в этом процессе. И, соответственно, речь идет о том, что изменяется среда, в которой мы обсуждаем эти вопросы. Таким образом, я думаю, что Бали может, в конечном счете, произвести очень хороший итоговый документ. Мы позже будем обсуждать возможности дальнейшего диалога по этому поводу. Так что, дамы и господа, с этим комментарием я завершаю нашу сессию о принципах многосторонности и сотрудничества многих сторонних организаций. Большое спасибо, dear Matthew, за то, что вы помогали мне вести эту сессию. Добро пожаловать еще раз на Бали. Чем дольше вы останетесь на Бали, тем лучше будет себя чувствовать индонезийская экономика. Спасибо еще раз за ваше участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!